15 молодых руководителей с разных подразделений и цехов завода решили продемонстрировать свои управленческие компетенции. В течение двух дней они соревновались за звание лучшего. На всех этапах все 15 человек проявляют себя очень ярко. У нас есть выбор, у нас есть кого повести на международные корпоративные форумы «Горизонты», поэтому мы ждем хороших результатов. Конкурс «Лучший молодой руководитель» – это всегда сложно и волнительно. Здесь нужно показать профессиональные навыки, управленческие компетенции, личностные качества и многое другое. У нас есть такая практика, что в наш конкурс мы допускаем и сотрудников, участников, кто на сегодняшний день не является действующими руководителями, но на постоянной основе исполняет обязанности, долгое время мастера, сменные мастера и так далее. Это является такой тренировкой и развитием собственных компетенций. Сегодняшний конкурс для кого-то из участников может стать стартом большого пути. В рамках подготовки молодые амбициозные ребята показывают перед экспертами все, на что они способны. Алина Соколова решилась на участие в профессиональных соревнованиях для того, чтобы проверить себя, свои знания, увидеть ошибки и проработать их, выйти на новый уровень в общении с коллегами и повысить результативность работы своего подразделения в целом. Самое сложное было именно первый день. Это, во-первых, новые люди, а во-вторых, судьи, да, мы все их боимся. На второй день уже не так, ты как бы притираешься к новым людям, ты смотришь, что эксперты не такие уж и злые, что понимаешь, что все мы люди, все понимают, что ты волнуешься, и наступает какое-то расслабление, и в этот момент ты понимаешь, что ты должен показать здесь все, и на что ты способен, и что ты можешь. И второй день для меня был легче. Сейчас Алина проходит финальное состязание конкурса. По традиции это управленческие поединки. Она в паре еще с одним участником Павлом Макаровым играет свою роль в предложенной производственной ситуации. На разговор пять минут. За это время нужно прийти к общему решению. Она директор по сбыту. Он руководитель компании. Спонтанная такая диалогия, то есть один человек отдельно готовится, другой человек отдельно готовится. То есть и тут уже дело то коммуникации, то есть то, как будет коммуницировать, какую-то позицию выберет. То есть тут всегда интересно, что не знаешь, как все повернется, не знаешь, как поворот там завернет, и что будет в конце вообще. Пришли вообще к общему мнению, к концу вообще придет или нет. То есть 35 минут, то есть бывает такое, что завершить, но нереально там. Всего было смоделировано восемь производственных ситуаций. Восемь, пару участников проработали каждую. Павел Рычко сейчас готовится к поединку. Немного взволнован. Новая обстановка, новые люди, но все интересные. Среди участников царит здоровая конкуренция. Приятно быть в такой атмосфере и в таком коллективе. Перенять что-то полезное для себя, признается молодой участник. Помогают быть уверенным, как минимум. Ну и взаимоотношения с коллегами, с коллективом – это большой плюс и опыт, по которому я здесь. Победители сегодняшних профессиональных соревнований будут представлять Северский трубный завод на международном форуме «Горизонты», где встретятся с лучшими молодыми руководителями других предприятий трубно-металлургической компании. Есть участники, которые у нас приходят в данный конкурс уже не первый год. Они участвуют из года в год, и здесь мы видим их рост. Особенно если они данный промежуток времени от конкурса до конкурса уделяют время своей подготовке и развитию компетенции. Также большинство сотрудников, которые участвуют сегодня, они у нас состоят в управленческом резерве. Многие из тех, кто участвовал ранее, сегодня занимают высокие позиции как внутри завода, так и внутри компании. И это действительно такая школа кадров и вот такой, знаете, стартовый этап, стартовая площадка для развития и роста. На заводе растет новое поколение руководителей. Подобные конкурсы помогают им усваивать самое главное, а потом и расти по карьерной лестнице. Ксения Бладенкова, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.